День города в эфире. С вами Марина Комиссарова. Здравствуйте. Главные темы сегодняшнего выпуска. Яма преткновения. Ветеран Великой Отечественной войны несколько лет ведет борьбу с заброшенным резервуаром на участке. Бюджет на следующий год приняли сегодня на очередном заседании областной думы. Где родился, там и пригодился. Во дворце Олега Рязанского Кремля начала работу выставка, посвященная 700-летию русского рубля. На очередном заседании областной думы депутаты приняли проект закона Рязанской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. С докладом выступила министр финансов региона Марина Наумова. В первом чтении законопроекта определяются основные параметры бюджета. На 2017 год расходы составят 39 миллиардов 865 миллионов рублей. В таком же объеме планируются и доходы бюджета. Бюджет сверстен без дефицита. Основной финансовый документ носит социальный характер. 76% составляют расходы именно на эти цели. Приоритет исполнения всех социальных обязательств, наиболее важные из которых определены майскими указами президента. Бюджет сформирован по программному принципу. 95% расходов приходится на 17 государственных и 11 ведомственных программ. На ближайшие три года планируется снижение государственного долга региона. В бюджете также заложены средства на софинансирование программ федеральных, в которых мы участвуем. Это и будут продолжаться и строительство социальных объектов школ, детских садов, физкультурно-спортивных комплексов, фапов на селе. Также параметры дорожного фонда остаются в пределах прошлого года, что также нам позволит достаточно планово и уверенно продолжать дорожную программу в Рязанской области. По мнению парламентария, в бюджет реальный. В нем заложены средства на поступательное социально-экономическое развитие региона. Далее законопроект будут готовить ко второму чтению. В окончательном чтении депутаты приняли закон о мерах социальной поддержки населения Рязанской области. Это своеобразный свод нормативных актов социальной направленности, принятых областной думой. Он включает в себя почти два десятка действующих законов. Были поправки по инициативе депутатов фракции «Единая Россия». Первая поправка, которая включает в законопроект льготу для определенной категории жителей по взносам за капитальный ремонт жилья. Эту поправку мы одобрили. И вторая поправка в том, чтобы убрать критерий нуждаемости для социальной льготы людям, которые поствакциональными осложнениями страдают. Депутаты отметили, что социальный кодекс вступит в силу уже с 1 января следующего года. Необходим в первую очередь он для жителей региона. Среди рассмотренных сегодня вопросов был и кадровый. Депутаты согласовали кандидатуру нового заместителя председателя правительства области. Николай Комков, уроженец Путятина, станет руководителем представительства региона в Москве. Кандидатуру представил вице-губернатор Сергей Филимонов. Лифты в рязанских многоэтажках будут проверять тщательнее. Такое поручение дал глава администрации города Олег Булеков в связи со случаем, который произошел в доме номер 12 по улице Павлова в минувшую субботу. В администрации города прокомментировали ситуацию. По прибытию на место аварийно-спасательной службы были выяснены следующие обстоятельства, что при спуске с третьего этажа жительницы дома с ребенком лифт остановился между первым и вторым этажом. Было выяснено, что пострадавших нет, и жительница данного дома от медицинской помощи отказалась. На место сразу выехала аварийная бригада ООО «Лифтремонтсервис». Специалисты осмотрели лифт и признали пригодным к дальнейшей эксплуатации. На сегодняшний день проведена диагностика данного лифта и составлен акт о том, что он полностью соответствует всем требованиям безопасности. Случай в доме на улице Павлова вызвал общественный резонанс. Но анализ ситуации показал, что она вовсе не является критичной. Здоровью и жизни пассажиров ничего не могло угрожать. Подобные остановки происходят время от времени и являются результатом реакции системы безопасности на любую вибрацию. Тем не менее, Олег Булеков поручил не только разобраться в причинах произошедшего, но и призвал впоследствии еще тщательнее подходить к вопросам плановой профилактики и технического осмотра лифтового оборудования. Особенно в домах, где лифты эксплуатируются в течение продолжительного срока. Лифт сел на ловители, то есть сработала система безопасности. Ловители срабатывают в том случае, когда скорость лифта увеличивается даже на долю секунды. Всего в Рязани в настоящий момент эксплуатируются 4000 лифтов. Техническое состояние каждого из них проверяется ежемесячно. Это было мнение администрации города Рязани. К другим темам. Яма преткновения. Ветеран Великой Отечественной войны в течение нескольких лет обивает пороги различных инстанций. Пенсионер недоволен недействующим резервуаром, находящимся в муниципальной собственности, расположенным при этом на его участке. Наша съемочная группа вместе со специалистами побывала на месте с проверкой. Дренажная яма посреди садового участка. Ветеран Великой Отечественной войны пригласил в гости Роспотребнадзор и природоохранного прокурора. Однако сам на проверку не пришел. В заявлении Василия Сидорова сказано, что у пенсионера гниет картошка, воду невозможно пить и запах настолько сильный, что он задыхается. На практике ситуация оказалась немного другой. Яма действительно расположена посреди участка, но на муниципальной земле. Городу принадлежит как сама яма, так и дорога к ней. Оба объекта имеют кадастровые номера. А вот справа и слева расположен огород. И по мнению экспертов, здоровью пенсионера ничего не угрожает. Резервуар находится на расстоянии 65 метров от артезианской скважины, что соответствует санитарным нормам. Заключение об этом было выдано еще в 2015 году. В настоящее время исключено попадание источных вод в накопители. По результатам проверки, основания для принятия мер прокурорской реагирования не установлены. Заместитель прокурора района Прокофьев. Это был ответ дан 15 декабря 2015 года. То есть это год назад практически. Пройдемте давайте. Сегодня яма не используется. Начиная с 90-х она обслуживала два дома, в которых живут 4 семьи. Но в 2015 году, после многочисленных жалоб пенсионера, администрация поселка пошла ему навстречу, обязав жителей перестать пользоваться резервуаром. Установлено о том, что накопитель фекальных бытовых стоков не эксплуатируется по назначению. Все подводящие трубы от жилых домов были демонтированы, в связи с тем, что оборудованы локальные сооружения в каждом домобладении. И в настоящее время он зачищен. В планах администрации поселка дать бывшей дренажной яме вторую жизнь. Резервуар имеет размеры 3 на 3 метра и глубину 6 метров. При этом вмещает в себя 108 кубометров воды. По мнению главы администрации, это идеальный пожарный резервуар. Очень мало и пожарных резервуаров для целей пожаротушения, и естественных, и искусственных водоисточников. Потому что, если они даже есть, отсутствуют подъезды. Здесь все благоприятные условия, чтобы было бы сделать из него, представлять 108 кубов воды для целей пожаротушения. Рядом расположена река около этой ямы. То есть элементарно можно было ее промыть, все отремонтировать, подезинфицировать и, соответственно, с помощью мотопомп заполнить на экстренный случай. Но пенсионер вновь недоволен. Поняв, что настроить общественность против полезного резервуара будет сложно, он попытался сам закопать яму. Местные жители вовремя заметили самоуправство. Но 90-летний мужчина успел закинуть в яму около полутора метра песка. Он предпринимает попытки уничтожить ее, стереть, как он говорит, демонтировать, что вы мне всю ее разберите, это место запашите, чтобы было все ровно, это будет моим огородом. Вот он так решил, да. Сначала он говорил, это будет моя яма, теперь это будет мой огород. Война между соседями продолжается. Местные жители уверены, что пенсионер вновь начнет писать жалобы в различные инстанции. Однако сегодняшняя проверка нарушений не выявила. В течение 30 суток пенсионеру будет выдано соответствующее заключение. «Где родился, там и пригодился». Под таким названием во дворце Олега Рязанского Кремля начала работу выставка, посвященная 700-летию русского рубля. Экспозиция объединила около полусотни монет, гривен и купюр, которые наглядно иллюстрируют богатую историю исконно русской валюты. «Где родился, там и пригодился». Вот уже на протяжении 700 лет рубль является основной и, самое главное, исконно русской валютой. В честь юбилея сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника предлагают познакомиться с частью своей нумизматической коллекции, которая насчитывает более 20 тысяч единиц сохранения. На выставке же представлено около сотни экспонатов, по которым можно отследить довольно сложную историю русского рубля. Существует берестяная грамота конца XIII века, где впервые такое понятие, как рубль, упоминается при коммерческих расчетах, можно так сказать. С этого момента условные историки и числят пока день рождения основной из русских валют, что называется. Первоначально рубль русский имел форму слитка, палочки. Ее еще раньше называли новгородская гривна или гривна новгородского типа, точнее. Весом эта палочка была где-то около 200 грамм. В XV веке появляются монеты различного достоинства, однако рубля среди них нет. По всей видимости, в те времена он является исключительно счетной весовой единицей. И вновь в качестве осязаемой денежной валюты рубль возвращается в 1654 году. Именно тогда его выпускает царь Алексей Михайлович. Правда, чеканили его из западноевропейских таллеров. Название этой монеты происходит от города Йохимсталь. Это Богемия или нынешняя Чехия. Сейчас город называется в Чехии Ехимов. И называлась монета Йохимсталлер. То есть монета из Йохимстали. Потом ее стали просто назвать таллеры. Вот эти таллеры довольно в большом количестве попадали к нам в Россию в ходе торговли. И их использовали как сырье для чеканки собственных рублей. Таким образом, рубль чеканили всего около года. Так что эта монета на сегодняшний день является достаточно редкой. Но на выставке в Рязанском Кремле вы сможете ее увидеть. Здесь же представлены бумажные рубли, деньги дореволюционной России и монеты времен Советского Союза. Череда взрывов бытового газа стала причиной паники многих собственников квартир. Люди проверяют газовое оборудование в домах, стремятся срочно заменить котлы и другие устройства. Этой горячкой не побрезговали воспользоваться мошенники. О новом способе нажиться на чужом горе рассказали в правозащитном обществе «Человек». Ежедневно рождаются все новые и новые способы мошенничества. Если в процессе кражи преступнику достаточно, как правило, добиться доступа к чужому имуществу в отсутствии владельца, то бытовое мошенничество совершается непосредственно с его участием. При этом мошенники не применяют насилие. Свои ценности люди отдают им добровольно. Аферисту необходимо убедить жертву в том, что он не тот, кем является на самом деле. Внушить веру в свои возможности и перспективы сотрудничества, то есть попросту развести. Встречаются настолько изощренные методы обмана, что попасться на них может даже осторожный и совершенно здравомыслящий человек. В нашем городе случаи мошенничества также не являются редкостью. Оставшие, например, причиной паники череда взрывов бытового газа дала карты в руки аферистам, не брезгующим воспользоваться ситуацией и получившим беспроблемный доступ в квартиры рязанцев. Впрочем, как показывает практика, проникнуть на вашу территорию мошенники могут под видом кого угодно. Главное – внушить доверие. Юристам ассоциации потребителей часто приходится сталкиваться с подобными примерами, когда в вашу квартиру под видом помощников депутатов, работников различных крупных торговых сетей, пенсионного фонда или каких-то благотворительных фондов, в данном случае якобы горгаза, проникают лица, цель которых – просто опустошить ваш кошелек. Продать и купить ее можно все, что угодно. А вот риторический вопрос «зачем?», а здравый смысл задает уже по факту. Недавно произошедший с жительницей нашего города случай в очередной раз показал, что деньги можно не только потратить самым неожиданным образом, но и влезть в долги для того, чтобы приобрести абсолютно ненужную вещь. Визит ходока очередного был в 9 часов вечера, и он ее под воздействием гипноза заставил занять деньги, 150 тысяч, у соседей по дому для того, чтобы продать ей дорогостоящий пылесос. Еще одна пострадавшая, обратившаяся в общество защиты потребителей, рассказала, что мошенники два месяца звонили, приглашая ее прийти за подарком. Сначала женщина отказывалась, ссылаясь на занятости, но однажды, оказавшаяся рядом с местом, предполагаемая раздача халявных благ все же зашла. «Они мне два часа вели беседу, как они говорят, презентация. И в итоге, я не соображала, как, подписала договор на кредитный. Мне сказали, что это будет рассрочка, а получился кредит. Когда я домой приехала, то я только поняла, что обманули меня». 54 тысячи в кредиты на два года. Востолько обошелся женщине комплект из подушек и одеял. Осознав сомнительную выгоду от совершенной сделки, пострадавшая через три дня попыталась расторгнуть договор. Естественно, результата это не дало. Конечно, мошенники – неплохие психологи. Если нагло и откровенно залезть в чужой карман, то пострадавший, долго не раздумывая, побежит в ближайшее отделение милиции. А если хитро обвести вокруг пальца, пообещав при этом ману небесную, в принципе, можно рассчитывать, что далеко не каждая жертва станет давать делу огласку, уповая на то, что стыдно признаться в собственной глупости. В общем, будьте аккуратнее с незнакомцами, не доверяйте, кому попало, и не ведитесь на слишком уж заманчивое предложение. Полезно помнить, что бесплатный сыр бывает обычно в мышеловках. На базе манежа пожарного и спасательного спорта главного управления МЧС России по Резональской области прошли соревнования по гиревому спорту среди структурных и подчиненных подразделений главного управления. Мероприятие прошло в рамках года пожарной охраны в МЧС России. Приветствую участников спортивного мероприятия, главный судья состязаний, начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления, полковник внутренней службы Андрей Анисина пожелал всем честной борьбы и заслуженной победы. Он отметил, что физическая подготовка является важной составляющей в пожарном деле. За победу в личном первенстве и в общекомандном зачете боролись 12 команд из главного управления МЧС России по Резанской области, пожарно-спасательных частей Федеральной противопожарной службы, Рязанской областной противопожарно-спасательной службы и Центра управления в кризисных ситуациях. Каждая команда состояла из четырех человек, которые выступали в различных весовых категориях до 70 килограммов, до 80, до 90 и свыше 90 килограммов. Каждый участник выполнял два упражнения – толчок и рывок. По итогам состязаний первое общекомандное место заняла сборная Рязанской областной противопожарно-спасательной службы. Вторыми стали огнеборцы из пожарной части номер 5. На третьем месте – команда пожарно-спасательной части номер 1. На этом у меня все. Смотрите новости на нашем сайте город62.тв. Вступайте в группу «Телекомпания Город» в социальной сети ВКонтакте, следите за обновлениями в Инстаграм. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня! «Телекомпания Город» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин